Приветствую вас, дорогие друзья, на своем канале. Сегодня хочу поделиться с вами своими очередными находками в области красоты и здоровья. И будут это находки аптечные и не только. Хочу начать с того, что замечательные средства, которыми пользуются или, возможно, не пользуются ваши мужчины, и они стоят совершенно без дела в туалетной комнате, это бальзамы после бритья. В их составе большое количество увлажнителей, а также веществ, успокаивающих кожу и залечивающих ранки. У меня бальзам Невея для чувствительной кожи. Я приобретала этот бальзам по тому принципу, что он меньше всего ароматизирован, то есть у него такой нежный аромат, он имеет текстуру такого легкого молочка. Он очень-очень быстро впитывается в кожу. Он оставляет такую еле-еле-еле заметную пленочку, на которую прекрасно садится макияж. Друзья, я открыла для себя, что вот эти вот средства после бритья – это самая лучшая база под макияж. Вы будете удивлены, но да, здесь больше всего уходовых средств, успокаивающих и смягчающих кожу, то есть, собственно, залечивающих ранки после бритья. Если вы хотите использовать такие средства как базу под макияж, то я думаю, вам стоит просто подобрать себе именно тот аромат, который вас больше всего устраивает. Хотя вот этот аромат очень похож на аромат обычного крема. То есть он менее всего походит на мужской аромат. Очень советую попробовать. Попробуйте, обязательно поделитесь со мной, как сидел ваш макияж. Мой макияж на этой базе сидит целый день, особенно я люблю ее использовать в холодное время года, когда мне нужна дополнительная защита, дополнительный слой на коже, который защищает мою кожу от воздействия внешних факторов. То есть это средство прекрасное будет подспорье для женщин, которые страдают чувствительностью кожи, а также для всех тех, кто хочет попробовать что-то новое, более экономичное, ну и, может быть, использовать то, что уже стоит у вас в туалетной комнате без дела, и вы просто не знали, как им можно воспользоваться. Макияж сидит на этих средствах идеально, ничего не съезжает, но дайте им некоторое время впитаться, ну хотя бы минут 10, и потом уже наносите макияж. Никакой такой видимой пленки, через 10 минут уже не будет, кожа будет хорошо увлажнена, она будет успокоена, и краснота пройдет. Следующий продукт – это мазь Солка Серил. Это мазь для наружного применения, для нанесения на сухие, не мокнущие раны. То есть есть еще такой же гель для слизистых, то есть на мокнущие раны, но вам нужен именно на сухие раны. Что здесь содержится? Если перевернуть упаковочку, вы увидите, ну вот я им пользовалась, поэтому простите, он у меня немножечко уже согнутый, это уже не первая моя упаковочка. Здесь активные вещества Солка Серил – это диализат крови молочных телят. Это вытяжка из крови, то есть здесь эритроциты буквально, друзья, это то, что регенерирует, очень сильно регенерирует нашу кожу, заставляет ее мощно обновляться. Это залечивает раны, а значит, быструю регенерацию создает. Если вы будете наносить регулярно его на лицо, например, курсами, например, если в течение недели вы будете наносить его на свое лицо и под глаза, и на зону декольте вместо своего ночного крема, и потом отдохнете недели две или три, потом еще будете наносить, и очень скоро вы увидите результат, ваши морщинки начнут разглаживаться. Но перед этим я бы советовала сделать вам пилинг, если возраст позволяет, то до 30 лет можно делать довольно жесткий пилинг, кофе, солевой и так далее. После 30 лет не рекомендуется травмировать кожу жесткими пилингами, лучше сделать либо пилинг мягким чем-то, да, рукавичками, возможно, перчаточками, которые я вам показывала, либо дисками целлюлозными, которые тоже фигурируют в одном из моих видео. И также можно сделать кислотный пилинг, варианты кислотных пилингов я вам показывала в ролике аналоги люксовой косметики, посмотрите, пожалуйста, выберите для себя оптимальный. Также пилинги не рекомендовала бы делать в летний период времени, будьте с этим аккуратны, я имею в виду кислотные пилинги, повышается уровень получения ожогов либо пигментных пятен, но вкупе с гимнастикой, которая помогает разгладить мимические морщины, я вам ее уже показывала, в этой мазе вы найдете большого помощника по борьбе с видимыми морщинками. Следующие варианты, я вот тут у меня два варианта, это капсулки АЕВИД, это витамины А и витамины Е в капсулках. Также еще есть вот такой вот вариант витамины Е, альфа-токоферол и ацетат, это витамин Е отдельно в масле. Думаю, многие из вас знают, почему полезны эти витамины для нас и нужны. Ну, во-первых, они способствуют естественной выработке гиалуроновой кислоты и коллагена в нашей коже. При нехватке этих витаминов в нашем рационе, как я понимаю, никому не хватает этих витаминов, содержатся они в таком вот масляном варианте, как АЕ в маслах, очень хорошей вытяжке, либо в морепродуктах, что мы, естественно, едим в России не так часто и не столь высокого качества и не свежее. Поэтому я предлагаю пользоваться этими витаминами в качестве косметической добавки в крем. В данном случае вот этот витамин Е в виде масла. А вы можете добавить вот так вот, прям целый пузыречек. Здесь 100 мг на мл. Абсолютно нормальная доза для того, чтобы добавить, например, в свой крем для тела. Кремы для тела с высоким содержанием витаминов А и Е стоят очень дорого. Крема нужно много, как вы понимаете, да? То есть крем должен быть большой, поверхность тела у нас огромная по сравнению с личиком. И если для лица нам крема хватает на несколько месяцев 50 мл, то крем для тела мы используем литрами. Соответственно, если вы добавляете вот такой вот флакончик, то у вас обновление кожи, подтяжка, регенерация улучшается и уже подтягивается, становится более молодой. Можно наносить абсолютно этот крем. Вот в сочетании с этим маслом можно наносить на все тело после душа каждый день и чувствовать себя прекрасно. То есть вот такое количество альфа-текефирола ацетата, то есть витамина Е, никак не повредит вашей кожей. Наоборот, подтянет ее, сделает, увеличит тонус кожи и поможет выработке коллагена и гиалуроновой кислоты. Что я делаю с вот такими вот капсулками? Я использую их в качестве крема, буквально крема под глаза и на лицо. То есть я беру вот так вот, вытаскиваю одну капсулку, к примеру. Ну, мне ее хватает под глаза. И беру вот такой вот распарыватель, но мне так просто удобнее. Протыкаю вот таким вот образом. Оттуда, как вы видите, вот выходит маслица с витаминами А и Е. И вот это маслице я наношу под глаза. Иногда вместо ночного крема, иногда утром, когда чувствую, что мне не хватает такого вот увлажнения и питания. И ощущаю дискомфорт и стянутость кожи, особенно после того, как сняла макияж, я использую это средство. Да, не каждый день, может быть через день, через 2-3 дня. Но как вот скорая помощь моей коже, это замечательно. Кожа именно вокруг глаз, ну, а также и для лица. Если сухая кожа лица, замечательно на лицо. Выпускаются они, как вы видите, в разных вариантах. Все внутри они, как вы видите, все похожи. И, собственно, удобнее, кому-то удобнее прокалывать иголочкой, мне вот таким вот распарывателем. Поэтому я вот в таком виде и храню этот комплектик у себя в ванной. Для того, чтобы, выйдя из душа, сразу же воспользоваться вот этими вот чудо-капсулками. Что уж тут говорить о стоимости этих капсулок. Естественно, что это очень недорого, в районе 25-30 рублей. Да и вот такая упаковка, и хватит вам ее надолго. Я считаю, это очень экономичный способ работы с возрастными изменениями кожи. Камены А и Е очень полезны для укрепления ногтей. Поэтому остаточки выдавленного средства я использую для того, чтобы втереть в ногтики. Делится с вами еще одним своим открытием. Гель для душа дегтярный, либо шампунь дегтярный, без красителей и отдушек. Я думаю, такие средства, такого плана вы видели во многих супермаркетах, и в Ашане, и везде, в каждом магазинчике небольшом, они есть. У них специфический аромат дегтярный. Не всем нравится мыть им волосы, однако они прекрасно устраняют перхоть. Но сейчас мы не об этом. Как я использую вот это средство? Оно оказалось чудесным образом работает на кисточках для макияжа. То есть я отмываю свои кисточки для макияжа с помощью вот этих вот средств. Я капаю небольшое количество, буквально, может быть, чайную ложку вот этого средства, вот в такую тарелочку, заливаю теплой водичкой и замачиваю там свои кисточки. Вот видите, сейчас уже она в румянах. Сейчас я буду ее мыть. Леготь является прекрасным дезинфицирующим веществом. И это значит, что мои кисточки будут не просто отмыты, но и полностью дезинфицированы. Они очень быстро после этого сохнут. И имеют приятный тонкий-тонкий аромат чистоты. Слегка такой дегтевый аромат, который очень быстро потом выветривается. Что ж, на сегодня все. Когда у меня будут появляться новые открытия и находки, я обязательно буду делиться с вами. Надеюсь, видео было для вас полезным. Пожалуйста, поделитесь, какие у вас есть открытия и находки. Если вы считаете это видео полезным, пожалуйста, отметьте пальчиком вверх. А также вы можете поделиться этим видео, нажав кнопочку «Поделиться под каждым видео». Спасибо большое, что были со мной. Я желаю вам удачи и всего самого наилучшего. Будьте благодарны за все, что имеете. Пока! Пока!